Водители маршрутного такси и легковушки не поделили перекрёсток возле старого универмага в Гомеле. За дачу взятки сотрудникам ГАИ жителю Брестской области грозит пять лет. В Мозере ликвидирована нарколаборатория. Сотрудники ОМОНа сдавали экзамен на чёрный берет. В больнице скончался лесоруб, получивший 90% ожогов тела на пожаре вагончика бытовки в лесном массиве вблизи деревни Васильполия Будокошелёвского района. Пожар произошёл на прошедшей неделе. Бригада лесорубов осуществляла заготовку леса. По неустановленной пока причине поздним вечером загорелся вагон бытовка, в котором смена отдыхала после окончания рабочего дня. Огонь заметил тракторист, проезжавший мимо. Он и доставил двух мужчин и одну женщину в ближайшую деревню, откуда на карете скорой медицинской помощи всех транспортировали в реанимацию Гомельской городской клинической больницы номер один. По прибытию спасателей к месту вызова был обнаружен вагончик строительный, горевший открытым пламенем. В ходе тушения пожара спасателями под завалами был обнаружен труп погибшего мужчины. Один из пострадавших, доставленных в больницу, получил термический ожог ног. Женщина – 20% ожогов лица и спины. 90% ожогов тела было у 40-летнего лесоруба, который через два дня скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В субботу водители маршрутного такси и легковушки не поделили перекресток возле старого универмага в Гомеле. В результате авто получили серьезные повреждения, а пассажир маршрутки и водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Маршрутное такси двигалось по улице Советской со стороны цирка в направлении площади Ленина. Женщина-водитель Тойоты совершала поворот, как она утверждает, на разрешающий сигнал светофора со стороны улицы Ланги налево, также в направлении площади. Прямо на перекрестке произошло столкновение, от которого легковой автомобиль врезался в столб на встречной полосе, а маршрутка вылетела на тротуар и повредила фасад дома торговли. На данный момент проводится госавтоинспекция проверка, опрашиваются очевидцы, изучается видео, которое имеется уже в наличии, а также видеонаблюдение с близлежащих зданий. Но по предварительной версии водитель маршрутного такси двигался, запрещая сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с Тойотой. То, что субботним днём в этот момент рядом с универмагом не оказалось прохожих – счастливая случайность. Находившаяся за рулём легкового автомобиля 36-летняя гомельчанка с переломом грудных позвонков была доставлена в больницу. У одного из пассажиров маршрутного такси диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. После осмотра в больнице парень от госпитализации отказался. Водитель маршрутки до совершения ДТП 12 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Шесть раз привлекалась и пострадавшая водитель легковушки. В Житковичском районе сотрудники госавтоинспекции заметили грузовик, который ехал, веляя из стороны в сторону. Остановив автомобиль, водителю, от которого чувствовался резкий запах алкоголя, предложили пройти медицинское свидетельствование. Но 49-летний житель Брестской области отказался, а потом и вовсе попытался дать взятку в 2 миллиона рублей, чтобы правоохранители не составляли на него административный протокол. В служебном автомобиле велась аудио и видеозапись. К тому же сотрудники госавтоинспекции предупредили, что дача взятки уголовно наказуема. Однако мужчина, не смутившись, демонстративно положил деньги на панель служебного автомобиля. Возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки. Сейчас водитель Брестской области задержан. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Операцию по ликвидации нарколабораторий, в которой производились амфетамин и гашиш, а также выращивалась марихуана, провели столичные правоохранители совместно с силовиками Гомельщины. 36-летний житель Мозыря организовал в арендуемом гараже лабораторию по производству наркотических и психотропных веществ. В помещении был найден полимерный пакет с марихуаной. Кроме того, во время осмотра гаража были изъяты высушенные и измельченные растительные вещества в полиэтиленовых пакетах и бумажных свертках. Дюжина вазонов с коноплей, спрессованное растительное вещество, порошок белого цвета. На данный момент проведены две срочные экспертизы, чтобы принять решение по данному материалу, могли следственные органы. В одном случае выявлен именно амфетамин, а во втором случае уже готовая к потреблению марихуана. О том, что дело было поставлено на поток, свидетельствуют также найденные при обыске колбы, жидкости в различных емкостях, электрооборудование и электроприборы, градусники, две палатки, респираторы, электронные весы, фольга и другие предметы, которые использовал в своей криминальной работе Мозырянин. Люди, которые занимаются изготовлением какого-то вида наркотиков, они практикуются на одном из них. Но, к нашему удивлению, данная группа занималась еще и выращиванием конопли с целью изготовления марихуаны и дальнейшей реализации. Оба задержанных мужчины содержатся под стражей в изоляторе временного содержания областного УВД. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. В Гомельском районе сотрудники ОМОНа сдавали экзамен на право ношения черного берета. Полоса препятствий, так называемые мышеловки, газы, выстрелы и взрывы, а затем стрельбы и спарринги. Один против трех по очереди соперников. Сергей Лобасов, милиционер-водитель, на черный берет сдает второй раз. В прошлом году не получилось. Было нарушение на одном из этапов. Полгода тренировок и снова на полосу препятствий. Долго к этому шел. Ну вот, мечта моя сбылась. После полугодового перерыва удалось дойти до спаррингов. Думаю, что отстаю. Тяжело, конечно. Сам марш очень тяжелый. Если не готовясь, реально его не пройдешь. Надо морально, физически выстоять. Забег на 10 километров, затем по пластунски, по полосе препятствий, под взрывы и выстрелы. А вокруг мышеловки, газы, огонь. Тут действительно нужны как физические, так и моральные силы. А потом еще и стрельбище и спарринг против трех соперников. Не каждый выстоит. Самое сложное – это побороть себя. Побороть себя, потому что эта сдача сделана таким образом, чтобы сотрудник не сдался самостоятельно. Не то, что его товарищ взял за руку и потянул. Потому что он должен психологически бороться самостоятельно с собой. Если он себя победит, именно себя непосредственно, свою болезнь, свой страх перед огнем, свой страх перед шумовым эффектом, тогда это наша гордость, наш боец, наш лучший боец будет. К слову, требования по защите черного и крапового берета отличаются. Краповый – это скорее военная специфика. Черный берет – более милицейская. Но сдавать одинаково сложно оба экзамена. К примеру, в прошлом году из 11 кандидатов обладателями черного берета стали только шестеро. В этом году пять человек дошли до финиша и были допущены до спаррингов. Специальный пожарный аварийно-спасательный поезд продемонстрировали на совместных учениях областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям и железной дороге в Гомеле. 150 тонн воды, отдельная бригада и высокая эффективность тушения пожара. В поле горит трава. Есть вероятность перехода торфяного пожара на подземные коммуникации железной дороги. Такой была легенда учений, хотя аналогичные ситуации вполне реальны в летний период года. Буквально уже в прошлом году мы совместно с МЧС выезжали на тушение пожара в Будокошелевском районе. Такая ситуация сложилась, что воды не было поблизости совсем. И в течение четырех часов мы ликвидировали пожар на данном участке. Главное предназначение пожарного поезда – ликвидация пожаров и аварий на станциях, через которые перемещается большое количество грузов. Всего по стране таких поездов 18. Четыре в Гомельской области, на самых крупных станциях – Гомель, Жлобин, Калинковичи и Барбаров. В летний период за счет дополнительной цистерны общий объем воды достигает 170 тонн. Это, как во всех пожарных машинах Гомельского гарнизона вместе взятых. Иногда поезда используют и при ликвидации палотравы и лесных пожаров. Последний год 2015-й показал, что в естественных водоемах уходит вода с установившейся жаркой погодой. И в принципе тушение возникающих лесных пожаров, торфяных пожаров связано с нехваткой воды. Поэтому данный поезд при возможности, если есть вблизи железная дорога, он привлекается. И в прошлом году привлекался порядка пяти раз. Он очень эффективный, 150 тонн воды вывозит, плюс наличие личного состава. К слову, как только закончились учения и техника стала разъезжаться, за забором на поле возник стихийный пал травы. Наша съемочная группа оказалась на месте событий в числе первых. Две бригады спасателей уже не по наружку, а по-настоящему оперативно ликвидировали возгорание. На все ушло буквально 10 минут. Есть определенные недочеты, которые есть. Есть определенная дисциплина, где-то хромает, что не добежали до конца за некоторыми мелочами. А в целом работники Министерства по чрезвычайным ситуациям, работники народно-хозяйственного комплекса готовы. Не дай бог, к какой-то ситуации, которая произойдет. В Гомеле на прошлой неделе прошел республиканский чемпионат Государственного комитета судебных экспертиз по мини-футболу. Как и в прошлые два года, победителем стала команда Центрального аппарата, которая в финале боролась за звание чемпиона с командой Могилевской области. Финальный свисток зафиксировал победу со счетом 2-0. Матч за бронзу команда Брестской области победила коллег из столичного региона со счетом 5-3. Команда нашей области заняла шестое место. По итогам таких чемпионатов спортивных мероприятий формируется сборная команды Государственного комитета судебных экспертиз для участия в межведомственных республиканских соревнованиях, а также чемпионатах Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». По итогам 2015 года Государственного комитета судебных экспертиз среди 10 государственных органов, уполномоченных членов Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо», а это входят все силовые министерства и ведомства, занял третье общекомандное место. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Субтитры создавал DimaTorzok